Вот, итак, все Экспо проходит в легкоатлетическом манеже, и он разделен, люди должны проходить из одного, то есть они входят в одну сторону, выходят в другую сторону, а мы с вами пойдем с конца, то есть вот сюда люди выходят, а мы пойдем в обратном порядке. Сейчас, минуту. В обратном порядке и посмотрим, что тут есть. То есть вдоль одной, вдоль одной из стометровых сделано Экспо. Оно, ну как сказать, оно не скажет, что сильно большое, но по меркам России, в принципе, вполне себе нормальное, хорошее, интересное Экспо. Самое главное, что оно тематическое, поскольку по большей части, по большей части представлены именно товары, которые действительно реально нужны людям, и мероприятия, которые нужны людям. Без фигни не обошлось, как это обычно бывает, но ее крайне мало. Вот, вот, ребята регистрируют на гонку героя. Экскурсии по Казани и по Кстану, да, вот, стенд Пермского марафона. Пермский марафон 9 сентября. Расскажите, пожалуйста, зачем нам нужно всем приехать в Пермь? Потому что, если вы хотите узнать, что такое забота об участниках марафонской дистанции, полумарафонской десятки, тройки, то это только в Перми. 9 сентября мы ждем вас. Отлично, отлично, спасибо. Все едем в Пермь. Здесь у нас это стенд Волгоградского марафона. Скажите, когда будет Волгоградский марафон? В следующем году, в апреле. В апреле, а почему? В сентябре у нас полумарафон. В сентябре полумарафон. А почему всем надо приехать в Волгоград и пробежаться? Ну, а где, если не в Волгограде, подвиг совершать? Отлично, отлично. Все в Волгоград совершаем подвиг. Спасибо. Здравствуйте. Идем дальше. Здесь вот некая развлекуха. Ну, это вот я как раз то, что я отношу в категории всякой фигни. Хотя, может быть, хорошо. Может быть, хорошо, может быть, весело. Стенд Гармина. Стенд Гармина. С весами. Мессы Гармина. Куча-куча-куча часиков со скидочной. Это стенд Самарского. Самарский марафон? Да. А расскажите, пожалуйста, 15 августа... 19 августа. 19 августа. А зачем нужно всем приехать в Самару и пробежать марафон? Потому что у нас солнышко. Пляж рядом. Бежите вы рядом с Волгой. Рядом с набережной. Противентный год для бега. Может, сразу будет в Волгоград. А Волга прогреется до 25-26 градусов. Будет очень хорошо тепло. 19 августа. Волга прогреется до 26 градусов. Друзья мои. Самое важное. Не надо конкретно сделать на этом. Самое важное. 19 августа. Тамара. Бежим в Тамарский марафон. И вот такие у нас красивые медали были в Волгоград. Смотрите, смотрите медальки. Это у нас 42 была. Отлично. Слушайте, она реально большая. Она и тяжелая. То есть, ее очень приятно будет получить. Отлично. 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 Здорово. Удачи вам. Очень много, очень много на экспо различного спортпита. Гели есть практически буквально любые. Вот гели Power Up. Есть представители отдельных марок гелей. Есть представители, кто предлагает различные бренды. Вот смотрите. Вот тут стоят люди просто от Squizy. Вот это стенд Squizy. Скажите, пожалуйста, какой самый дешевый гель в Squizy? Самый дешевый? Ну, от 10 штук копируйте и по 100 рублей будет самый дешевый. 10 штук по 100 рублей. От 10 по 100 рублей за гель. От 10 по 100 рублей за гель. А какой самый вкусный? Они все вкусные. У нас вот сегодня есть малина, она сладко-кистая, лимон. Он такой более-менее нейтральный, самый нейтральный. Приятный лимон. Вот. С кофеином, колой и лимон. Отлично. Отлично. С кофеином, колой и лимон. Я знаю, у вас есть спецпредложение, да, там, набор с поясочком. Сколько гелей вы туда упаковываете? 6 гелей упаковываете. 6 гелей и пояс 1000 рублей. Да, и пояс 1000 рублей. Гели послали, пояса скули. Отлично, отлично. Вот, да, там, спецпредложение от Squizy. Спасибо большое. Идем дальше. Там судик, посему, и дешевый. Сегодня я видел здесь страшные вещи. Здесь брили ноги мужчинам. Да. Да, по-моему, здесь это уже, это продолжается. Здесь тейпируют. Это полный, полный сервис. Rock Tape. Тейпирует всех желающих. Я вот тоже знаю, что вот на многих наших местных забегах было тейпирование, но ни разу никто не брил там ноги участников. Не знаю, почему. Если железногорские организаторы меня слышат, видят. Ребята, надо срочно подключать фарикмахерскую, устраивать брики и ноги, тейпирование. Это модно. Это в тренде сейчас. Вот, различная спортивная экипировка. Этого тут много. Вот, а вот он, а вот-вот, марафон в Екатеринбурге. 5 августа. У нас заметили, да? Россыпь, россыпь марафонов по стране будет этим летом. Сейчас мы подойдем и спросим. Марафон в Екатеринбурге? Да. Здорово. Расскажите, пожалуйста, почему всем надо приехать в Екатеринбург? Потому что это уникальнейший марафон. Единственный марафон в мире, на котором участники пересекают границы Европы-Азии. Я считаю, что это замечательнейший марафон, и каждому стоит в трассе на нем пробежать. Еще это единственный, наверное, марафон в России, который пробегает мэр. Да. Да? Да, будет? Да, у нас бегает на каждом событии на нашем, будь то марафон, будь то простой забег, бегает мэр. Отлично, отлично. А покажите, а Мишальку покажите с прошлого марафона есть? Какая была последняя? Отлично, отлично. Спасибо, спасибо большое. Удачи. Спасибо. Ну, вот такой вот экспо. Сейчас покажу еще один стенд с тучей спортфита. Да, да, вот здесь много спортфита, всякого разного мультибрендового магазина. Стоимость вот здесь вот, вот здесь вот от 100 рублей, от 100 рублей за PowerGel. Я совершенно без всяких мыла взял PowerGel, я его прекрасно ем. Ну, кому не нравится, он бывает еще сис за 120, ну и дальше пошли в вузы 170 и так далее и тому подобное. Очень-очень популярная, очень хорошая точка. Прямо вот здесь вот, вот здесь все, и заливые таблеточки, и затоники, и все-все-все-все, чего, чтобы вам подавать. Вот, и вот мы, в принципе, заканчиваем сейчас зону экспо. Это вот так вот, вот так вот оно выглядит. И переходим, переходим к зоне регистрации. Зоне регистрации, зоне выдачи футбола. Вот. Здесь, как обычно, Балтика 0, которая у нас сейчас позиционируется как главный законник страны. В стране, где нет изотоника, где трудно купить в магазине изотоник, вот, конечно, Балтика 0, это лучший изотоник. Окей, мы идем немножко обратным порядком. Я вам покажу, здесь зона выдачи футбола. Вот, я хочу сказать вот что. Я первый раз вижу, что так комфортно выдавали людям футбол. Обычно ты регистрируешься на марафон, указываешь свой размер. И получаешь футболку, получаешь футболку нужного размера. Но, и если она тебе не подошла, оказалась маломеркой или что-то еще, ты уже ничего с этим делать не можешь. Здесь, здесь вот это вот совершенно потрясающе. Людям дают мерить футболки. Люди могут сначала померить футболки, выбрать себе размер, только потом они их забирают. Из минусов тебе может достаться футболка, которую уже кто-то померил. Смотрите, очень активный идет процесс. Вы подобрали себе размер? Не хватило размера. А это какой? XS? Безобразие. Сиднее. Я думаю, сейчас подтянут еще размером. Вот. Давайте попробуем сейчас зайти прямо с входа. Откуда люди заходят. Смотреть, как обустроена регистрация марафона. Вообще, это, конечно, очень большое, очень хорошее пространство. Здесь, я, честно говоря, не знаю, сколько бежит в этом году, но прошлый год Казань собирала порядка 10 тысяч человек. Естественно, для того, чтобы всех, такое количество людей отработать, организаторам нужно было хорошее пространство. И они нашли это замечательное пространство. Вот, смотрите, давайте сразу поглядим. Начинается все, собственно, со входа, где всех встречают волонтеры. Волонтеры. И первая линия – это проверка справок. Это люди под страшной надписью. Совершенно страшная надпись «Проверка справок». Как вы проверяете справки? Мы просто не смотрим, чтобы было написано «Передаем интервью, извините». А вы в поликлинику не звоните? Я не могу, чуть-чуть на вопрос, извините. Понятно. Вот, в общем, справки проверяют, и это тоже очень хороший сервис. В том смысле, вот видите, тут у каждого человека стоит принтер, копер. Тут же делают копию справки, ставят на нее штамп «Проверено», и ты с этой копией идешь уже регистрироваться. А вот это, смотрите, вот эта вот очередь, вчера ее не было. А очередь эта, на медосмотр, это те люди, которые понадеялись, что им хватит, что они сделают справку здесь, что не надо делать справку заранее. Сейчас они стоят в этой очереди, я так понимаю. Или нет, или я в лоб. Нет, слушайте. Это регистрация, это регистрация на детский забег. Я ошибся, извините. А выдача справок, я так смотрю, ой, народу не очень много. Вот, то есть, по-прежнему, любой желающий может просто здесь же на месте пройти медосмотр и получить справку. Что там внутри делается, я не знаю. Я надеюсь, что и врачи действительно осматривают. А здесь, да, здесь через 40 минут состоится детский забег. Я вот, правда, не знаю, стартуют ли они в 3 часа или нет, потому что вы видели, это очередь на получение номеров. В регистрации сегодня все приехали получать. И мне кажется, тут есть небольшие проблемы. Но это касается только детского забега. А участники взрослого забега после проверки справок идут на регистрацию. Регистрация сделана, о боже. О май га. Друзья мои, это прекрасно. Марафон еще не начался, а ряженый уже здесь, это хорошо. Значит, продолжим? Продолжим. Экскурсию. Да, 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 да. Все сделано достаточно четко, разбито по номерам, узнаешь свой номер, подходишь, показываешь паспорт и справку, получаешь стартовый пакет. Формируют прямо здесь. Все делается очень быстро. Я вчера всю регистрацию прошел буквально за, не знаю, за 2-3 минуты. Это очень удобно, очень хорошо. Много народу еще не зарегистрировалось? Много народу еще не зарегистрировалось? Половина? Удачи. Вот видите, это много-много-много-много-много-много. Вообще, судя по номерам, судя по номеркам, которые здесь, организаторы рассчитывают на 10 тысяч участников. 10 тысяч 500 я вижу. Ну, нормально такое, хорошее, реально, настоящее, большое, хорошее событие. Тут же сделаны различные информационные площадки, да? Карты маршрута. Карты маршрута. И различные-различные фото-зоны, вот эти вот все выгородки, рядом с которыми можно фотографироваться. Все достаточно комфортно и свободно. Рядом с выходом, рядом с выходом, есть еще один плакат, где написаны номера всех участников марафона. Марафона, но его практически никто почему-то не замечает. Может быть, его плохо рекламируют. В принципе, вот, по большому счету, я вам показал все. Здесь реально, реально, я вам хочу сказать, очень хорошо и очень удобно. Видите, тут замечания для детей. Наверное, и не только для детей. Смотрите, какая милота. Смотрите, как здорово. Смотрите, как красиво. Огромное количество улыбчивых, позитивно настроенных людей. Сегодня, сегодня все футбольное поле, все футбольное поле тоже было отдано участникам. Здесь можно ходить, гулять. Здесь поставлены горки всевозможные. Здесь есть тоже фото-зоны. Здесь можно, в конце концов, просто полежать, посидеть. И спередчески вот встречаются вот такие вот уфики, где люди могут сидеть, отдыхать. И закончим, закончим мы, пожалуй, сегодняшний эфир. Рядом вот с фотоинсталляцией, такой инсталляцией для фотографирования с хэштегом «Казан Марафон». С этими буквами с удовольствием фотографируются все. Здесь сегодня проходила тренировка с Тиной Канделаки. Которая собрала достаточно много народу. Кроме этого, кстати, да, я вот еще не рассказал. Здесь есть такая вещь, как лектория «Казанского марафона». То есть различные спикеры рассказывают всякие интересные вещи про спорт, про подготовку, про питание, про историю марафона. Вчера я слушал первого директора «Казанского марафона» Павла Павловича Морина. Совершенно такой позитивный и очень хороший дедуля. 77 лет с 60-летним стажем бегом. Друзья мои, я, возможно, сегодня еще вызову эфир детского забега, который здесь, я надеюсь, все-таки состоится. Всем пока-пока. Если есть какие-то вопросы, пишите, пишите в комментариях. Надеюсь, меня все-таки было сегодня слышно. Спасибо. Я отключаю.